Как сохранить мозг молодым? Три жестких совета от Татьяны Черниговской для тех, кому за 50. Пока есть время, нужно обеспечить своему мозгу молодую старость, ведь мозг это чуть ли не единственное, что может отделить нас от старческой хандры и скуки. Его живость и задор заставляют плясать и мечтать даже стариков. Чему мы можем научиться у детей? Дети – настоящие умелые исследователи своей жизни. Им не нужны учебники, чтобы чему-то научиться. Они просто берут и делают. 5, 10, 20 раз, пока однажды не получится. Их не пугают ошибки, им не стыдно за непонимание. Они просто пробуют и пробуют еще раз. Далеко не все пожилые люди пользуются в нашей стране услугами интернета. А ведь это на сегодняшний день самый легкий доступ к получению знаний. Именно интернет сейчас становится хорошим помощником для мозга. Почему пожилые люди боятся им пользоваться? Да все потому, что боятся трудностей и неуклюжести. Представьте себе, взрослый человек берет в руки смартфон. Вроде бы пришло время для того, чтобы передать жизненный опыт своим внукам. Но вот какой-то телефон, с которым он не знает, как управляться. Конечно, проще отказаться от этого дела, чтобы не подвергать себя лишнему стрессу, чувству неполноценности. А как результат, останавливается развитие. Разница с детьми в том, что их мозг не может не развиваться. Вокруг столько нового, невиданного, что не спросить «мам, а что это?», «а что там?», «а почему?», практически невозможно. Все новое. Так их мозг развивается феноменальными темпами. Изучает все. Мы же, взрослые, большинство базовых вещей о мире уже знаем, как нам кажется. А все то, что может заставить поломать голову, искусно избегаем. Пользуемся старой информацией, паразитируем на ней и избегаем новой, отчего мозг и деградирует. Мозг ведь на самом деле работает только тогда, когда сложно, когда нужно что-то понять и поднапрячь свои извилины. У нас есть все возможности поддерживать мозг в отличной форме. Нужно лишь искать вещи, которые мы еще не знаем, которые заставят мозг попотеть. Будьте детьми. Изучайте, пробуйте и не бойтесь ошибиться. Как говорил Гегель, осознав свое незнание, человек уже становится умнее. Глупеет лишь тот, кто свое незнание отрицает. Автоматизмы. Путь к деградации. Мы живем автоматизмами. У нас устоявшиеся политические взгляды, любимые места для прогулки, круг знакомых, профессиональные навыки, любимые занятия и еще куча-куча всего. Когда вы встречаетесь с чем-то новым, вам сложно, мозг работает на максимум, задействует память, воображение и логику. Три базовых составляющих мышления. Но постепенно это новое и сложное перетекает в разряд хорошо изученного и понятного. Мозгу больше не нужно задействовать ни логику, ни воображение, ни даже память в полной мере. Формируется автоматизм. Чтобы понять разницу между тем, что такое автоматизм, а что такое работа мозга, нам понадобится обычная ложка. Принимаясь за трапезу и взяв ложку в ведущую руку, у вас получается превосходно и максимально просто. Можно даже отвлечься на кино, подумать о чем-то. Движение настолько знакомое и хорошо выученное, что доведено до автоматизма. Мозг буквально не тратит на это энергию. Но так ли мы хорошо знаем это движение? Стоит взять ложку не в ведущую руку и сразу почувствуется разница. Никакого автоматизма нет. Приходится мысленно контролировать руку, подносить ко рту, включать пространственное мышление и заставлять работать моторику. Ни о чем другом думать вольно не выходит. Это и есть мышление, когда мозгу непривычно и сложно. Конечно, это самый базовый пример, но поняв его, станет понятно, как развивать мозг. Делать то, что непривычно. Заниматься тем, чем не занимались. Полностью погружаться в процесс. Самый простой способ – сбалансированно развить мозг. Знаете, что самое интересное в развитии мозга? Удовольствие. Да-да, для того, чтобы сформировались новые нейронные связи, мозг выделяет серотонин и дофамин. Удобрения для развития мозга и связей между нейронами. Именно поэтому многие люди так увлеченно читают. Это стимулирует их мозг и центры удовольствия. Но как же читать так, чтобы получать удовольствие? Ведь читают практически все, но получают удовольствие и развитие мозга единицы. Ответ прост. Вдумчиво и с паузами. Для примера стоит взять в руки книгу. Например, про Тома Сойера и Геккельберри Финна. Берем в руки, читаем главу и закрываем книгу. Пока наш мозг и не работал. Но сейчас начнет. Закрываем глаза. Так будет легче. И вспоминаем, с чего началась голова. Всех героев, которых встретили. Как их зовут. Какой у них характер. В каких условиях они живут. Какие у них отношения с другими персонажами. Как они одеты. Чего хотят. Нужно все это продумать. Начинайте с малого. С одной головы. Или даже меньше. И начинайте думать. Ваша задача воспроизвести прочитанное в голове. И создать связи между героями и их миром. Читая книгу в таком стиле, вы никогда не забудете, как зовут героев. Даже второстепенных. Кто с кем водится. И чего хочет. Начнут появляться детали, которых другие не замечают. Мозг проделает отличную работу. Как говорил Гегель, мышление начинается тогда, когда вы закрываете книгу. «Наш мозг, как и организм, нуждается в пище», говорит известный научный деятель, нейролингвист Татьяна Черниговская. Только вместо жиров, белков и углеводов наш мозг поглощает информацию. В этом смысле лучшей пищей для него является книга. Как читать книги, что в них главное, есть ли им альтернатива и что происходит в нашем мозге во время чтения, Татьяна Черниговская рассказала об этом во время одного из своих выступлений. Важнее книг в нашей цивилизации ничего нет. Бумажная или электронная? В чем разница? В современном мире бумажных книг стали читать меньше. Татьяна Черниговская объясняет это, в первую очередь, общим падением культуры в мире. И еще одна тенденция, которую сложно не заметить, это переход читателей на электронные книги. Казалось бы, после того, как книги переместились на электронные носители, кардинально ничего не изменилось. Это та же книга с тем же содержанием. Но, по словам Татьяны Черниговской, на этом сходство заканчивается. В зависимости от того, какую книгу читает человек, электронную или бумажную, зависят и типы процессов, которые происходят в мозге. Они будут различны. При этом не только мозг работает по-другому, но и глаза, отмечает Черниговская. В пример этому Татьяна Владимировна приводит наблюдение известного детского офтальмолога. Он отмечает, что когда-то ему приходилось лечить детей, которые получали в глаз из-за конфликтов во дворе. Но сейчас таких случаев нет. Зато появилась другая проблема. Сейчас наиболее частый диагноз у детей это близорукость, вызванная гаджетами, в которых дети сидят ежедневно. Татьяна Черниговская сравнивает чтение бумажных и электронных книг с походом в музей, где можно посмотреть оригиналы картин и рассматриванием репродукции этих картин в альбоме. В этом смысле книга является изысканной пищей для мозга, отмечает нейролингвист. И хоть сама Татьяна Черниговская часто вынуждена обращаться к электронным книгам, научным статьям, чтение бумажных книг является важной составляющей ее жизни. «Мне никогда не придет в голову читать Бродского или Гоголя в электронном варианте. Но если вдруг это произойдет, то я пойду сдаваться врачам, потому что решу, что сошла с ума». Говорит Татьяна Владимировна. «Конечно, интеллект можно развивать и во время бесед с умными людьми с помощью классической музыки и изобразительного искусства. Но в сравнении со всем этим книга имеет преимущество и является главным игроком. Чего-то более значимого и важного, чем книга в нашей цивилизации нет», отмечает Татьяна Черниговская. Татьяна Шорьевская. Продолжение следует...